Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео я хотел бы с вами обсудить слухи о новом мероприятии Xbox, которое возможно состоится в ноябре. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, а также хочу порекомендовать первый развивающийся русскоязычный канал по играм во вселенной Halo. Там вы найдете качественный дубляж оригинальных видео о лоре, подкасты, необычные стримы-челленджи, а также вас ожидает авторские видео о секретах, мифах, обзорах оружия и хайлайты пользователей на дискорд-сервере, на котором, кстати, можно найти себе команду для совместного прохождения. Обязательно подписывайтесь на их канал, ведь так вы поможете развитию популярности главной игровой франшизы Xbox в русскоязычном сегменте сообщества. Если что, ссылочку на их канал оставлю в описании и давайте начнем. Начать хотелось бы с того, что давненько нас не развлекали, а также ничего особого не показывали, ну кроме, пожалуй, распаковок и обзоров от зарубежных блогеров. Жаль, конечно, что не от российских, ну ладно. Но несмотря на это, в сети стала появляться информация о том, что 9 ноября может состояться новое шоу Xbox. Если что, 9 ноября это прям за день до официального старта продаж по всему миру, поэтому если что-то и будет, должно быть очень круто. Про это шоу ничего официально не известно, то есть даже пока не ясно, будет оно или нет, но уже два слуха падает на это число. Поэтому лично я все же склонен к тому, что что-нибудь да покажут. Кстати, напишите в комментариях свое мнение, что если шоу будет, чего вы будете ждать. Вообще, если кто-то не знал, майки всегда за день до релиза либо делали ранний старт продаж, либо какие-то шоу. Но в связи с пандемией вряд ли они сделают так же, как во времена Xbox One. Поэтому мини-шоу или трансляция, как по мне, вероятнее. Также в связи с этим в сети появился предварительный список того, что могут нам показать. Сразу скажу, что это всего лишь слух, возможно просто список с чьей-то головы, но после ознакомления мне кажется, что что-то из этого списка да подтвердится. Итак, по словам анонимного пользователя, нас ждет. Показ обновленного геймплея Halo Infinite. И на мой взгляд, мне кажется это правдоподобным, поскольку все были уверены, что игра выйдет к старту продаж, но что-то пошло не так. Если они действительно покажут геймплей тот самый, который всех должен был поразить, то это был бы неплохой бальзам на душу. Как и фанатам, так и тем, кто просто ждет эту игру или для тех, кто предзаказал консоль. Типа, ребята, там была ошибка, вот смотрите, что нас ждет. Единственное, очень надеюсь, что если реально что-то и покажут с этой игрой, не будет такого, как летом. Типа, блин, это ранняя версия, посмотрите. Надеюсь, что если шоу будет, они просто покажут отполированную до идеалу миссию, чтобы ни у кого не было каких-то сомнений. Кстати, в подтверждение того, что все-таки все готовились к выходу Halo Infinite, напомню, что на обратной стороне коробки у Xbox изображен Master Chief а-ля Halo Infinite. И уже запущена акция с энергетиком, с помощью которой ты мог бы получить двойной опыт в этой же игре. Плюс, по словам этого анонима, будет анонс проведения бета-теста где-то в марте или апреле. Лично я буду ждать хоть какого-нибудь тизера онлайна. В пятой части я очень долго провел время и мне, в принципе, понравилось. Также нас якобы ждет какой-то проект под названием Мисс Вселенная. Это новый проект от электроников, который якобы должен выйти в рождественские праздники 21 года. Но по нему я сказать вообще ничего не могу и без понятия, что нас вообще ожидает. Также будет что-то связанное с Море Воров. Якобы анонсируют аптейт под Xbox Series, который выйдет 11 ноября. Ну, думаю, что будет какая-нибудь трассировка лучей и просто графические плюшки. Скорее всего, напомнят про Crossfire X. Якобы должны показать трейлер запуска, а-ля рекламы игры, ведь она будет доступна сразу же 10 ноября. И, если честно, она у меня не вызывает какой-то симпатии. На мой взгляд, на консолях уже сложно сделать что-то лучше колды или батлы. Опять же, это лишь мое мнение, но все же. Я просто играл в нее, когда была бетка на Xbox One. Даже видос про это сделал и как-то, знаете, ну, наверное, не зашла. Такое себе. Опять же, по слухам, должны показать первый геймплей Far Cry 6. И это действительно интересно. Ставь лайк, если будешь ждать Far Cry 6. Должны пару слов сказать об ID Xbox и Game Pass. Возможно, тизернуть новые добавления. Возможно, очень крутые, ибо это все-таки старт продаж консолей. И нужно, так скажем, ультовать. Пару слов будет про Forza Motorsport. Но, скорее всего, это будет просто дневник разработчиков. Но лично я надеюсь на то, что нам хотя бы пару секунд покажут, как будет выглядеть новая Forza на Xbox Series. Покажут новый геймплей Phantasy Star Online 2, новый Genesis. Покажут новый проект от новой студии Compulsion Game. Если честно, даже сложно предположить, что могут показать. Но, мне кажется, это не ААА проект. Не обойдется, конечно же, без Assassin's Creed Valhalla. Ибо эта игра активно пиарится под брендом Xbox. И как бы было бы странно, если бы там ее не показали. Но, опять же, это слухи. Возможно, покажут новый геймплей игры Balan Wonderworld. И, возможно, расскажут про следующее обновление игры Grounded. И расскажут про ее графические улучшения под Xbox Series. Но, на мой взгляд, лучше бы они просто хотя бы на первых этапах и добавили локализацию во всех странах. А то как-то не очень. Плюс самой вишенкой на торте должен стать новый тизер проекта от The Initiative. У данной студии собралась очень крутая команда. И лично я ставлю ставки именно на них. Да, поговорю, что они делают некие перезапуски или переосмысление Perfect Dark. Но нужно всего лишь дождаться подтверждения. Потому что, гадай-не гадай, мало что об этом слышно. Поэтому ждем. Плюс ко всему этому был слух о том, что майки 9 числа должны объявить о покупке еще одной студии. Без понятия, кого они еще купят, но какие-то странные намеки были на Соника. Может быть, будет что-то связанное с ним, а может быть, это всего лишь слухи. Я лично считаю, что майкам нужно провести какое-то шоу, трансляцию, а также чутка раскрыть карты именно по поводу контента. Поскольку много у кого складывается ощущение, что на Xbox не во что играть. Лишь в старые или мультиплатформенные игры. Ну и по сути, это пока действительно так. И было бы круто, если бы они хотя бы дали понять, во что нам предстоит поиграть. Я понимаю, что они боятся анонсить игры, поскольку у них был плачевный опыт с тем же Кракдауном 3. Но все же, когда ты не знаешь, какие игры выйдут на твою консоль, ну как-то не очень. С точки зрения технических составляющих, Xbox показал себя, ну очень хорошо. То есть, в плане железа, корпуса, габаритности и вообще работоспособности в целом, Xbox крут. Даже минусов, по-моему, никаких не нашли. Да, конечно, его пытались обосрать за то, что он якобы горячо работает. Но оказалось так, что он работает, оказывается, даже холоднее, чем Xbox One X. И знаете, как по мне, за этим было смешно наблюдать. Чем-то напомнило времена Xbox One, когда по него тоже думали всякие байки, по типу диски одноразовые. Но я вам советую не обращать на такое внимание. Плюс температура работы консоли, ну как по мне, это самое последнее дело, на что нужно обращать внимание. Просто я ни разу не встречал человека, который бы хотел купить консоль, которая якобы холоднее, чем другая. Но вот в плане контента ему, мне кажется, только предстоит набрать обороты, ибо без стартовых проектов, без эксклюзивных стартовых проектов, если точнее быть, тяжело убедить людей брать новую консоль. Ибо сейчас вся реклама сводится к тому, что покупая новую консоль, старые игры будут работать лучше. Это ни в коем случае неплохо, но с точки зрения покупки именно новой Next Gen консоли, это немножко слабо. Если честно, на консольном рынке еще ни разу не было такого, чтобы новые консоли пиарили под предлогом старых игр. Но я не расстраиваюсь на этот счет, ибо я дофига и старых игр не прошел, и мне не в лом просто подождать новых. Лично я жду Киберпанка, новую колду, если кто-то не знал, я себе уже предзаказал кроссген издания. Буду продолжать, наверное, новые консоли играть в Мстители, и, естественно, буду ждать новых франшиз. Прям очень буду ждать именно гирзы, потому что мне очень интересно, как она закончится. И также, наверное, мне бы хотелось бы увидеть хотя бы скриншотик нового и фейбл, хотя бы дневника разработчиков. А насчет того шоу пока никто точно не знает, будет оно или нет, поэтому ждем официальной информации. На этом, в принципе, все. Если вам ролик понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно пиши свое мнение на этот счет, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok